здравствуйте дорогие телезрители мы вновь пришли в ресторан gastro fish сегодня мы будем готовить традиционное итальянское блюдо пасту проще говоря макарошки но мы будем готовить непростые макарошки как же без соусов какой это будет соус нам обязательно расскажет и научат готовить наш шеф-повар иван поехали и такова ну что ж давай приступим давай давай все начнем начнем мы с того что включим воду чтобы она закипала не что-то наши сковородки разогревались ни в коем случае нельзя варить пасту пельмени и все мучное в холодной воде то есть вода должна быть обязательно уже кипящие друзья все наверняка знают о том что пельмешки всегда кидаем в горячую воду вначале скипятим добавим туда наверное еще маслица чуть-чуть чтобы они у нас не слипли не обязательно обязательно но такое тоже практикуется отступление скажи пожалуйста сосиски кидаются в горячую воду или холодная сосиски можно даже не варить они уже вареные готовы к употребления это думаю чем это больше всего нравится сырыми до их изначально начали варить в советское время почему потому что не было индивидуальной упаковки вот это все лежало на витрине вот это вся весь рулет из сосисек да и это просто дезинфекция больше ясно но так если захочешь чтобы она была чтобы они были тепленькие жареные лучше жареные ну конечно вкуснее так ну что затошли мы сдав под этим и следующим этапом лук мы будем подготавливать соус для наша паста да сегодня мы готовим не пельмени а мы готовим пасту причем пасту из макарон собственного приготовления вот скажи пожалуйста насколько тяжело сделать макароны собственного приготовления в домашних условиях я так понимаю что ты нарезал на специальном оборудовании а если это ножичком так можно ножичком изначально ты резалась ножичку я понял как тяжело приготовить приготовить не тяжело это всего лишь несколько ингредиентов, мука, яйца, масло, соль смешать надо, тяжело вымешать. Понял. Тесто получается? Да, тесто должно быть очень тугим, плотным и в нем должен сохраняться напряжение в тесте. Если на выпечку у нас тесто должно отдохнуть, чтобы как раз оно расслабилось, напряжение спало в пасте, наоборот, тесто должно быть напряженное и плотное. Хорошо, понял. Так, для того, чтобы подготовить нам соус, надо подготовить продукты. Лук, чеснок, сегодня мы будем готовить пасту с морепродуктами, подготовить морепродукты и свежие овощи. В данном случае у нас будет томат и пюре из томатов. А лимончик? Лимончик мы будем уже доводить до вкуса. Хорошо. Что делаем? Я люблю такую, скажем так, мелкую соломку, да, режу половину луковицы, надрезая напополам, да, и перьями тонкими. Вся луковица нам не нужна. Друзья, ну вот я, конечно, так шинковать, как Иван, не умею, но нарезать вот такими перышками, как это сделал Иван, я, конечно, смогу. Кстати, очень интересный способ. Друзья, обратите внимание, вот я раньше этого не знал, очень интересный способ. То есть вот, что сделал Иван? Он надрезал, взял половину лука, потом сделал такой вот надрез, вот здесь у него не до конца, вот такой вот надрезик, и потом просто вот резал, вот как я, да, прямыми линиями, и вот получается такая вот соломка, очень интересная. Так, дальше. Так, дальше подготавливаем чеснок. Чеснок. Отставляем. Да, лук немножечко в сторону. В сторону. Да, чеснок я режу напополам вдоль, и тоже его соломочкой. Дальше мы берем помидорку. Свежий помидор, несмотря на то, что у нас есть. А мы туда не будем? Сейчас будем. Понятно. Зачем делать лишние действия, когда можно в одном потом сделать сразу два действия. Хорошо. Вот, обратите внимание, насколько повара отличаются от любителей. Я бы первым делом взял вот так вот, вытащил. А давайте я тоже попробую сделать так, как это сделал Иван. Срезаем. Действительно, меньше действий получается у нас. Так. Да, как я неоднократно говорил, что в нашем деле важна скорость. Да, и да, это пусть это секунды, но секунды складываются в минуты, а потом в часы. На секунду, между прочим, клиент получит быстрее свое блюдо. Гости. 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 У вас гости. Да. Вот, томаты режем кубиком. Кубиками? Да. Таким где-то сантиметр на сантиметр. Несмотря на то, что у нас основой будет томатное пюре. Ага. А свежие томаты нам дадут именно вкус свежести. Дальше. Дальше мы готовим, подготавливаем морепродукт. Морепродукт. Так, если мы это все разделили, я все смешал. Ничего? Ну, я не знаю, мне так удобно. А, то есть, ничего, что я это сделал? Нет. Просто потом будешь лук выбирать из помидор. Вот. Все, ничего страшного, только ты будешь потом. Я сейчас это сделаю. Вот. Кальмара режем кольцами тоже, как нам удобно. Хотим соломкой, хотим кольцами. Кушать нам, поэтому мы хозяева своего стола и кухни. Понятно. Так, чеснок отделяю. Чеснок с луком уже можно не отделять. Ага. Понял. Взял кальмар. А где он кальмар? Ой. А вот под мидиями. Под мидиями. Угу. Прошу прощения. Так, вытаскиваем кальмар. Да, может, мог мидии отложить. Так, вытаскиваем кальмар. Да, я его нарезал кольцами. Кольцами. Я тоже так делаю всегда. Еще один маленький вопрос. По поводу кальмара, полюшку мы его взяли в руки. Считается, что для того, чтобы пожарить кальмар, нужно его отдать горячей водой, тогда вот эта вот слюда с него, да, вот эта синенькая, она очень быстро слезет. Я смотрю, что кальмар почищен, вот этот вот верхний слой, синий, который, сырого. И тогда он получается мягче. Это правильно? Ну, знаешь, я первый раз услышал о тебе такую гипотезу. Да. Это не гипотеза. Так делали мои родители. Брали кальмары, опускали вот эти вот кальмары, сосед, это синий вот этой вот, как она называется правильно, чешуей, да? Ну, нож, как... Да, шкурка вот эта вот, да. Опустили со шкуркой в кипящую воду, держали там одну минуту. Действительно, эта шкурка сходила потом очень-очень легко, но кальмар, после того, как мы его снова порезали и еще обжарили, получался намного жестче, нежели если мы сейчас, вот, сырого. Вот, вот, исходя из твоих рассказов, я, ну, у меня в голове уже сложилась картина, да, видимо, можно так, да, но на кухне, на профессиональной всю жизнь его сначала чистят, а потом уже готовят. Потому что морепродукты, кальмары, креветки, чем дольше они проходят тепловую обработку, тем они становятся сушенее и резиновее и невкуснее. Ну, короче, отсутствует и невкус. Я понял. Тогда совет от тебя, как легче счистить вот это вот? Легче счистить? Мы, как правило, ребята мои берут салфетки, да, раскладывают тушку кальмара, прилепляют салфетку и вместе с салфеткой убирают шкурку. У меня на это уходят часы. Вот я покупаю замороженный, я его дефростировал, то есть я его правильно разморозил. Что такое дефростация? Это вот мы не сразу кидаем там, не знаю, под воду, под горячую. Да, мы замороженное кладем в холодильник, а лучше в зону свежести, потому что зона свежести в холодильник. И вот эта вот плавная разморозка позволяет, ну, скажем так, максимально сохранить его первозданный вид. Да, качество продукта. Качество продукта. И вот у меня, когда я разморожу, у меня уходят часы для того, чтобы вот я сижу, вот это все отделяется просто простыми салфетками. Да, просто салфетку и вместе с салфеткой, когда я перехватываю кожу, оно прекрасно отходится. Век живи, век учись. Так, кривотку лично я люблю ее резать вдоль, почти напополам надрезаю, то есть у меня вот такая штучка получается. Хорошо, я тоже попробую. Ну и все, теперь погнали. Погнали. Прибавляем газу. Растительное масло. Растительное масло. Сколько? Ну, грамм 15. Понятно. В столовых ложках, я так понимаю, что это... Столовая ложка. Столовая ложка. Ну, здесь, наверное, полторы. И... Так. Вот у нас такая вот лужица получилась. Отставляем. Надо ли там ее как-то вот так... Не-не-не-не. Ничего не надо делать, да. И сливочное масло. И сливочное масло. Почему мы делаем такой микс? Часто привыкли жарить на сливочном масле наши бабушки-мамы. Да? Вот. А сливочное масло имеет свойство гореть на сковородке. А микс растительного со сливочным, он не так горит. Но при этом все вкусы у нас идентичны. Понятно. Сливочного масла. Да. Друзья, вот это вот тоже очень интересная заметка. Мы делаем микс из масел. То есть это у нас получается масло сливочное и масло растительное. Растительное масло обыкновенно используем? Да. Да, обыкновенно. Лук с чесноком? Да. Да. Закидываем. Я лично, конечно, закинул сначала лук. Да. Но я закинул лук с чесноком. Ты закидывай лук с чесноком. Да. Ладно, попробуем, как это будет. Ну, мне запах тоже нравится. Лук с чесноком очень даже интересно. Потом чеснок я закидываю через спустя некоторое время. Я тоже так умею. Конечно, не так профессионально, как это делает Иван, но я тоже так умею. А еще знаешь, когда над плитой газовой, еще когда масло впадает, все там красиво вспыхивает. Мы это называем эффект чайна-таун. Не знаю, почему так повелось. Ясно. Затем мы кидаем моря прожарилась. Тебе получше пожарилось? Мне нормально прожарилось или еще надо? А тут, знаешь, как, насколько кто-то любит. Кто-то любит просто пассерованный лук чеснок. Понятно. Ну, я это закидываю. Что я закидываю? Крестки? Крестки с кальмарами. Крестки с кальмарами. Так, друзья. Привет. Кальмары. Крестки. 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 Можно я лопатку? А вот, я тебе выделил. Лопатку, да. И мидии закидываю туда. Мидии прям вот с ракушками? Да, прям с ракушками они дают объем. Ну, опять же, если нам надо красоту с ракушками, если мы делаем дома для себя и не хотим потом ковыряться, можно заранее подчистить. Угу. Посолили. Посолили. Добавили водички. Добавили. Помешали, наверное, да? Да, но у нас уже чувствуем, что хватит жариться. Добавляем водички и томатного пюре. Так, друзья, водички добавляем совсем чуть-чуть. Я вот воды добавил больше, чем положено, но заодно проверим, насколько это. Сколько томатной пасты мы добавляем? Грамм от 50 до 100, опять же, тут вот, как по собственным ощущениям, хотим побольше соуса. Друзья, ну, знаете, на самом деле я бы вот уже делал в мерных стаканах, потому что уже быть уверенным, что мы и с водой не переборщим, и мало ее не добавим. Ну, вот у меня супчик на это получится. Обязательно добавляем сахар. Морепродукты и рыба очень любят сахар. Вот это секрет Ивана. Во все морепродукты он добавляет сахар. Сколько мы сахара добавляем? Сахара я добавил 2 щепотки. Это примерно около 6 грамм. Обычный белый сахар. Так, я бы себе у себя еще подставил. Так, я смотрю, ты попробовал вот эту, да? Конечно, каждый повар должен пробовать то, что он готовит. Вкусно. Да? Ну и хорошо. Вкусно. Да, если не хватает кислоты, можно как раз добавить сок лимона. Все, я убавил мощность плиты у себя. Тоже убавляем на минимум. Закидываем помидоры. В принципе, используем любую зелень. Петрушка, базилик зеленый, кинза, лук зеленый. Все, что нам нравится. Хорошо. Что сейчас будем использовать? Все. Я возьму... Ничего себе у тебя петрушечка-то. Да, я возьму петрушку. Где-то такую петрушечку. Нашел. В полях. В полях. Ну-ка, не расскажешь нам, в каких полях такая петрушечка растет. Поставщики привозят с рынка. Я возьму петрушку и кинза. Хорошо. Я возьму петрушку, возьму петрушку, возьму укропа и возьму кинзу. Ты решил весь букет... Да. Я решил весь букет попробовать. Заодно сравним. Воды я добавил больше. Маринада добавил тоже больше. Зелень я взял всю, какую только можно. Так, нарезаем мелко-мелко, да? Мелко шинкуем, да. Можно нарвать листиками. Тут, насколько, опять же, наша фантазия. Так, смотри. Раз у меня вода запекала первичек у тебя, показывает, как говорится на собственном примере. Что мы делаем? Мы в кипящую воду закидываем пасту. Так. У меня тоже закипело. Вот. Подожди, подожди. Мы будем с тобой как раз по очереди. Ее аккуратно деревянной или силиконовой лопаткой расправляем в воде. Ждем, пока вода закипит. Опять же, это если это у нас домашняя паста. А если не домашняя, мы варим где-то около 5 минут. Вода закипела, паста готова. Мы ее откидываем в грушлаг. Так быстро? Да. И наш соус. Ну что, это прямая очередь, да? Я так понимаю. Закидываем лопаткой. Воду мы пока не выкидываем, не выливаем. Ага. Очень хорошо. Это мешаем? Этой водичкой. Так, да. Мы теперь уже опять же ставим на активный огонь. Он закипает. Пока готовится, открой секрет приготовления рецепта самой пасты. Все достаточно просто. На килограмм муки, желательно, в твердых софтозах, крупного помола. На килограмм муки мы берем 10 яиц. На килограмм муки 10 яиц. 10 яиц, 20 грамм растительного масла. 20 грамм масла. Да. И около 10 грамм соли. Около 10 грамм соли. Соли это чайная ложка, да, наверное? Да. Чайную ложку соли. Если нам кажется, что мало у нас жидкости. У меня точно жидкости немало. Мы как раз добавляем водичку из-под... Где мы добавили макароны. Понял. Друзья, все идет в ход. Пасту нельзя ни в коем случае переваривать. Иначе тактильно она будет не очень вкусно. Почему аль денте? Откуда вообще это слово? Аль денте переводит на зубок. Хрустинка. Не только это для тактильных ощущений. Самое важное. От недоваренных макарон не толстее. От недоваренных макарон не толстее. Вот вам еще один секрет. Девушки! Вот оно секрет. Вы можете съесть большую порцию макарон. И с этого вообще никак ни на грамм не поправиться. Да, почему, кстати, вот именно сегодня я выбрал тему пасты. Да, у нас же впереди лето. У нас еще впереди много чего. Да, не обязательно пасту готовить, как привыкли многие на сливочных соусах. То есть это может быть и томатный соус. Это может быть как раз паста аль денте сваренная. То есть абсолютно питательная, но легкая для организма и менее калорийная, нежели как. Я понял. Давай от тебя совет для наших телезрителей по поводу, если они взяли все-таки пасту покупную. Как с ней работать? Или мы все то же самое делаем? Есть какие-то советы? Делаем все то же самое. Чуть-чуть дольше варим, так как она у нас сухая, покупная паста. Главный ориентир, будь это фетучини, спагетти, любая другая. Мы берем макаронину, варим около 5 минут. Как правило, на пачке написано. Спагетти и фетучини ровно 5 минут. Мы достаем одну спагеттину, надкусываем ее, и в центре должна быть белая точка. То есть часть сырого теста. Вот это у нас идеально сваренная аль денте. Ну что, друзья, пошли дегустировать. Давай пробуйте. Так, ну давай рассказывай. Ну, в тарелке шефа там меньше воды. И вкус более... Макароны мягче. То есть пасты похожи, так, приблизительно? Ну да, похожи. Похожи, хорошо. Я хочу сказать тоже, что пасты практически прям идентичны. Очень вкусная паста, фетучини хорошо сваренная на томатной основе. В сочетании с морепродуктами, правда, вкусная. Так что и та, и та паста была очень хорошая. У ведущего получилось так, чтобы повторить вкус, как и у шефа. Вкус один и тот же. И, не знаю, обе одинаковые. Только воды, только воды у шефа меньше немного, чем у ведущего. Я считаю, что паста у ведущего получилась, как у шефа. Все очень максимально приближенно одинаково. Друзья, ну а на сегодня это все. Получилось у меня, обязательно получится и у вас. Готовьте, творите. И я уверен, у вас будет все идеально и по вкусу, и по качеству, и с душой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok